Командование Черноморского флота запретило выход кораблей военно-морских сил России из бухты в Севастополе. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на источник в разведке. Кораблям ВМС России запретили выход из бухты в Севастополе, пока не будет установлена причина гибели флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» и не найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам «Нептун». Напомню, что в ночь с 13 на 14 апреля ракетный крейсер «Москва» был поражен двумя противокорабельными ракетами «Нептун», в результате чего на крейсере начался пожар и сдетонировал боекомплект. Во время его буксировки в Севастополь крейсер затонул. Вчера стало известно о том, что командующего Черноморским флотом ВМС России адмирала Осипова арестовали. 18 февраля этого года, за неделю до начала войны, адмирал Осипов лично инспектировал возможность крейсера «Москва» отражать удары с воздуха и результатами проверки Осипов остался доволен. Мы находимся на флагмане Черноморского флота на ракетном крейсере «Москва». Черноморский флот без флагмана не может существовать. Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана. Но тут два варианта. Либо Осипов плохо проверял, либо Осипов украинский шпион. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвой. Я просто в бешенстве. И когда мы говорим, что да, ему было много лет, да. Да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы. Я все понимаю. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время? И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами? Что, что-то было не активировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой? Объясните мне, пожалуйста. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри датла? Как бы там ни было, но командование Черноморским флотом обеспокоено безопасностью своих кораблей и экипажей, и пока не рискует выпускать их из бухты. Таким образом, Черноморский флот России оказался фактически заперт в гавани временно оккупированного Севастополя, и на данный момент не в состоянии вести наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах, ввиду угрозы потери других кораблей. Стоит заметить, что на данный момент в бухте Севастополя находится большое количество российских кораблей, и стереотипы о том, что они находятся в безопасности, могут быть развеяны. В ближайшее время Украина получит американские противокорабельные ракеты «Гарпун», норвежские противокорабельные ударные ракеты «НСМ» и другое оружие, способное уничтожать морские цели на значительном расстоянии. И вполне возможно, что в истории повторится Пёрл-Харбор номер 2, но уже в Севастополе, и без использования авиации, а с помощью ракет, способных лететь на сверхмалых высотах. Если посмотреть на карту, то с различных районов Одесской области до Севастополя около 280 километров, и даже украинская противокорабельная ракета «Нептун» способна поразить цель на таком расстоянии. Уничтожение кораблей Черноморского флота России существенно повлияет на ход боевых действий, а в условиях закрытия Турции пролива Босфор для движения российских военных кораблей и невозможности перебросить корабли другого флота в Черное море, Россия потеряет превосходство. Продолжение следует...